От трех лет и старше юные черлидеры встретились в Уссурийске на турнире «Надежда тренера». В общей сложности 350 спортсменов вышли на площадку. Эти соревнования стали первыми после долгого затишья. За целый год перерыва «Надежда тренера» – это первые соревнования, на которых спортсмены не только показывают свои программы, в принципе преодолевают, наверное, какой-то страх, большой перерыв, который был у нас на карантине. Самый зрелищный этап соревнований – домашнее задание. Команда «Олимп» на этом турнире впервые выступила с новой программой, которую девочки начали разучивать с января. Танец понравился жюри и принес участницам победу в номинации «Чир Старс». Для меня он был очень сложный в самом начале, когда у нас были той и та очевидцы. У меня всегда вот эта нога была высоко, а эта чуть-чуть пониже. Но, в принципе, танец очень интересный и классный. Пока одни участники выступали, другие сдавали нормативы и показывали элементы черлидинга. Девочки качали пресс, демонстрировали растяжку, вращались на месте и многое другое. Не все задания были одинаково легки. Мне кажется, одно из самых сложных было – это мостики, в общем, на растяжку спины. Что-то такое. Ну, редко достаточно это делаем на тренировках. Уже второй год приезжаем сюда на соревнования. Очень нравится этот вид спорта. Любим зрителей, зрители любят нас. В общем, все круто. Еще одна интересная часть турнира – импровизация. Команды в полном составе выходили на площадку и повторяли связку движений за тренером. Сочетание элементов для каждой сборной было свое. Задача – запомнить последовательность и воспроизвести как можно точнее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Уссурийские черлидеры успешно выступили на турнире. Призовые места заработали команды Ювента, Ремикс, Олимп, Молния, Атланта, Ника, Звездочки. В личных зачетах спортсменки из нашего города получили звание королев равновесия, вращений, черпрыжков и титул самой сильной участницы.